Колоссальные усилия силы духа, мужества, стойкости, геройства русского народа потребовались для того, чтобы сохранить независимость и покой нашей любимой Родины. Нам есть что помнить и есть чем гордиться. В номинации «Военный подвиг» приглашаем к микрофону Наталью Ренсовну Абрамову, библиотекаря Центральной Библиотечной Системы, Виолетту Корниенко, школа номер 4, город Арсеньев, Полину Лозовую, школа номер 8, город Арсеньев. Человека, о котором мне сегодня хочется вспомнить, зовут Дмитрий Михайлович Карбышев. История генерала Карбышева – это удивительная страница, героическая и трагическая в советской истории и в истории военной славы России. Ему повезло прожить интересную, насыщенную жизнь, полностью посвященную стране. Это одна из достойнейших биографий российского военного. Всего за 5 минут, конечно, не расскажешь, но отдельный век его биографии можно проследить. Вот маленького Дмитрия не берут в Сибирский кадетский корпус для обучения за государственный счет. Но он учится там, приходящим по плате, сдает экзамены в листяще и поступает, как один из трех лучших учеников, в Николаевское военно-инженерное училище. Через 10 лет он и профильную академию здесь же закончит. Вот офицер Карбышев воюет в Анжуре русско-японскую, с первого дня на Первой мировой, участвует в Брусиловском прорыве. А еще Карбышев строит военные укрепления, как военный инженер. За первые десятилетия 20 века он построил десятки укрепрайонов от Дальнего Востока до Черного моря. И у нас в Приморье работал этот удивительный человек. В 1905-1906 годах его воинская часть стояла в Никольску-Сурийске, это современный Сурийск. И в 1907 году его пригласили для участия в строительстве знаменитой нашей Владивостокской крепости. Об этом есть очень интересное свидетельство очевидцев. В 1917 году Дмитрий Карбышев добровольно записывается в Красную Армию, участвует в гражданской войне, а потом начинает заниматься наукой. Карбышеву принадлежат наиболее полные исследования и разработка вопросов применения разрушений и заграждений во время боевых действий. Его статьи и пособия были основными материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. А еще православный советский генерал консультировал ученый совет по реставрационным работам в Троице Сергеевой Лавре. Начало Великой Отечественной войны и немецкое наступление застало его под Гродно. Часть не успела эвакуироваться. Немцы взяли в плен его в контуженном и бессознательном состоянии и отправили страшный последний путь по концлагерям. Фашисты прекрасно знали, кто попал им в руки. И они не прочь были бы воспользоваться услугами знаменитого и одного из лучших военных инженеров Европы. А они склоняли его к сотрудничеству и кнутом, и пряникам. Но пожилой генерал был непреклонен. Родиной не торгую. И тогда они отправили его умирать. Путь был долг. 13 концлагерей прошел Карбышев. И везде, где бы он ни появлялся, он выделялся среди остальных людей. Не своим внешним видом. Внешний генерал ничем не был примечателен. Он выделялся своей исключительной верой в победу Советской Армии и абсолютным оптимизмом, которым заражало других. Долгих 4 года генерал был пленником фашистов. Плененного в августе 1941 года 65-летнего генерала Карбышева немца убили 18 февраля 1945 года. Смерть его была страшной и героической. Он умер в далеком австрийском Маутхаузене 73 года назад. Но родина помнит его до сих пор. Генерал Карбышев вовсе не позабытый герой. Сотни названных в его честь улиц и школ. Десятки памятников по всей нашей стране. Есть кинобеж, балет о нем есть. Есть памятники и памятная доска на стене плача в австрийском Маутхаузене. И книги о Карбышеве тоже написаны разными людьми в стихах и в прозе. Герой совсем не забыт. Но, к сожалению, сегодняшние дети о нем совершенно ничего не знают. Учебники истории не упоминают его имя. А о толстой книге о войне дети, к сожалению, не читают. Поэтому мы в Центральной детской библиотеке ежегодно проводим час мужества, который называется «Герои земли русской», где в том числе рассказываем подробно и о подвиге генерала Карбышева. Вспоминая об этом человеке, можно было бы процитировать строки поэта Николая Тихонова «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Или вспомнить слова из Библии «Вы — соль земли». «И если соль потеряет силу, то что же сделает землю соленую? Она уже ни к чему не годна». Эти цитаты, впрочем, друг друга не исключают, а лишь напоминают о том, что такие люди, как генерал Карбышев, хранители, есть хранители того самого русского духа, легендарного русского духа, о котором все говорят, что он несокрушим и непобедимый. Генерал — герой духа. Он сумел преодолеть себя. Он не сломился, он не предал своей страны перед лицом такой страшной смерти. И за это ему вечная память и вечная слава. Благодарю за внимание. Аплодисменты.